Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Ягода малина, капля в море, берег счастья, эти хиты на протяжении трех десятков лет знала, пела и любила вся страна. Их всегда жизнерадостная исполнительница Валентина Легкоступова всего несколько месяцев не дожила до юбилея, 30 декабря ей исполнилось бы 55 лет. Валентина Легкоступова умерла, не приходя в сознание, в реанимации Московской городской клинической больницы номер 13, что на Велозаводской улице. Об этом дне РУ сообщили друзья певицы и подтвердила ее дочь от первого брака Риха Панета Бриль. Сегодня в 15 часов 30 минут не стало замечательного светлого человека. Самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память, сообщила Анета. Напомним, дочь обнаружила лежащую на полу своей квартиры артистку несколько дней назад. Я отвезла ее и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу еще 6 августа, рассказала Бриль. Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотя мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков. С 6 по 7 августа она совместно с супругом проходила терапию, но с 7 на 8 августа в ночь ее состояние ухудшилось, она впала в камой и ее перевели в другую больницу для проведения срочной операции, так как оказалось, что у нее черепно-мозговая травма. Врачи говорят, что она впала в каму, и начался отек мозга. В больницу Легкоступова попала в крайне тяжелом состоянии и почти все время находилась под аппаратом АЛФ. Поскольку Валентина Легкоступова с 2001 года имела почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации», то по закону она имеет право быть похороненной на одном из престижных столичных погостов. Предположительно, она упокоится на Троекуровском кладбище в начале будущей недели. Там нашли свое последнее пристанище певица Юлия Началова, актриса Марина Голуб и многие другие знаменитости. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова